Все летом Мазырский пограничный отрат отзначает 10-ти годовый юбилей. На первые дни света у войсковым подразделения открыли новую казарму. Люди, которые знакомы с войсковым бытом советских часов, порауновывают. Это санаторы. Войсковую дисциплину, зразумело, никто не отменял, но умовы для военнослужащих с этими часами не пораунальные. У всех это потребование часу. Для сучасного солдата должны быть створены комфортные умовы. Тем более, что ситуация на границе непростая. Кали ранее ахова белорусско-украинской границы мела у значной ступени декларативный характер, то зараз ситуация совсем иншая. Разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска. Так как сегодня ведут себя украинские пограничники, конечно, этому нет нормального, здравого объяснения. Во-первых, фиксируется очень часто непотребное состояние, я сказал бы так, украинские пограничники несут службу в пьяном виде, направляют оружие на территорию Республики Беларусь, допускают заходы на нашу приграничную территорию, нарушают воздушное пространство залетом квадрокоптеров. Конечно, в последнее время мы фиксируем уменьшение этого, потому что, если раньше мы декларировали это, сегодня мы применяем оружие, наши пограничники не боятся применять оружие, естественно, поражают эти летательные аппараты. Створение маневранных групп, один со шляхом повышения безопасности на приграничных территориях. Отповедную задачу поставил президент Беларуси. По великим рахунку, это вертание до опыта Советской Армии. В ее подразделениях такие формирования и сновали, но потом ситуация изменилась и их расформировали. Державный секретарь Совета Беспеки Александр Вольфович, называя основные задачи, какие придется выконовать новым маневренным группам. Группы, которые будут обладать более повышенными маневренными возможностями, более повышенными огневыми возможностями, для решения внезапно возникающих задач по прикрытию тех или иных участков государственной границы, а также ликвидации диверсионно-разведительных групп противника, уничтожению законных вооруженных формирований, то есть по более надежной защите наших рубежей. Пограничники – люди, которые стоят в первом эшелоне, скажем так, защиты нашего суверенитета, наших национальных интересов, нашей национальной безопасности. В ближайший час комплектация маневренных групп повинна быть завершена во всех пограничных подразделениях краины. На их узброении будет находиться сучастная и надейная техника белорусской и российской вытворшести.